Качественная услуга не может быть дешевой, уверен директор Горавтотранса Игорь Кузнецов. Цена 25 рублей за проезд, хоть и не позволит значительно повысить уровень работы предприятия, но, по крайней мере, даст возможность функционировать без сбоев. Это повышение тарифа принесет предприятию дополнительно полтора миллиона рублей в месяц. Чтобы услуга была качественная, она не может быть дешевая. Мы должны это понимать. Я хочу, чтобы наши граждане ездили в теплых автобусах, в чистых автобусах. И желательно в обновленных. И, наверное, граждане этого хотят. Поэтому вместе должны подумать и все-таки принять правильное решение. А правильное решение по предложению администрации сегодня звучит так. Проезд в автобусе за наличный расчет 25 рублей, за безналичный 22, и в случае приобретения абонементов 20 и 21 рубль за одну поездку. Казалось бы, цена в 25 рублей коснется мало кого. Во-первых, льготников повышение тарифа не затрагивает. Во-вторых, чтобы экономить, можно оплачивать проезд банковской карты или приобретать проездные. Но не все так просто. Например, от абонементов горожане все чаще отказываются. Они перестали покупать проездные билеты даже для своих детей, для школьников. Потому что дождаться автобуса невозможно. И они садятся все в маршрутку и едут на маршрутках. Что вы будете делать, если повысить цена? Они говорят, а мы тогда на автобусах ездить не будем. Потому что их надо долго ждать, и частники все равно сделают дешевле. И мы будем все ездить на маршрутках. К дифференциации по принципу оплаты у депутатов тоже возникли вопросы. Еще далеко не все автобусы Гуравтотранса оборудованы терминалами. Плюс к этому, одна и та же услуга, по мнению народных избранников, не может стоить по-разному в зависимости от того, каким образом ее оплачивают. Это просто дискриминация населения. По признаку платежной системы. Где вы в магазин продуктовый приходите, вам говорят, за наличку вы больше или меньше заплатите? Вы откуда это взяли вообще? Что делать? Вопрос философский. Чтобы горожане выбирали автобусы Гуравтотранса вместо частных маршруток, нужно полностью пересматривать маршрутную сеть, сокращать интервалы движения и выводить на линию больше транспорта. Об этом на протяжении последних лет из раза в раз говорится на всех заседаниях с участием МУПа. Но дальше разговоров дело не заходит. Гуравтотранс обходится городской казне в 90 миллионов в год. А саровчане, между тем, все меньше пользуются его услугами. Это мертвому припарку. Повышай на 20 рублей, на 30. Вот пока не будет тариф 45 рублей, реальный, который у вас существует, 45-50 рублей, ничего у вас не изменится. Но никто, как Игорь Юрьевич сказал, никто не поедет на этот автобус. Чтобы горавтотранс жил, нужно сделать так, чтобы они были прибыльны, сами себя окупали. Эти 100 миллионов могли сами заработать. Стакан он один, понимаете, перевозок больше не будет. А вы мне отдали 60% этого стакана с частным перевозчиком. Тариф 25 рублей депутаты не приняли и предложили администрации выйти с новыми цифрами. Цена при наличной оплате 22 рубля, при безналичной 20 и 19 и 18 в случае с проездными. Повышение стоимости проезда по планам должно произойти с 1 ноября. К обсуждению депутаты вернутся уже в понедельник. А вот вопрос о повышении коммунальных тарифов вынесен на заседание Думы. Как и в прошлом году, администрация города решила обратиться к губернатору с инициативой об увеличении предельного индекса роста тарифов. По области он составит 4%. В Сарове, если губернатор инициативу поддержит, рост может составить 6,5% с 1 июля 2019 года. Интегральное повышение предельного индекса происходит за счет предложенного увеличения тарифа на водоотведение почти на 16%. Этот рост тарифа обосновывается имеющейся на предприятии инвестиционной программой, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и согласованной с РСТ. Инвестиционная программа Горводоканала предусматривает в 2019-2020 годах работы по реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения на сумму порядка 90 миллионов рублей. Если повышение тарифа не поддержит, по словам Сергея Репина, придется отказаться от большей части запланированных мероприятий. Все это растягивается. Естественно, обвинив эту программу. Они выполняются, надо ее корректировать в сроки совершенно непонятные и короткие. В прошлом году тогда еще в Рио губернатора Глеб Никитин не поддержал решение о превышении предельного индекса роста тарифа. И в июле стоимость коммунальных услуг в Сарове выросла, как и по всей области, на 4%. Насколько больше мы будем платить в следующем году, узнаем совсем скоро. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.